Приветствую вас и, вы знаете, мне бы хотелось, наверное, начать со второго варианта ответа на ваш вопрос и сказать, что понятие ничего святого, то есть понятие морали, понятие таких как моральных ценностей, да, моральных принципов Данные понятия для каждого человека свои И мужчина может воспринимать сайты знакомств исключительно как развлечение Ну, вы знаете, как, например, посмотрел фильм, поиграл в игру, почитал газету, книгу То есть, с моральной точки зрения, для мужчины нет ничего такого плохого, дурного, негативного в том, что он сидит на сайте знакомств Если он с этой, ну, с девочками не встречается Если он с ними не спит То мужчина может воспринимать это как просто развлечение Дальше Очень часто бывает так Это мы теперь говорим уже про первый вариант То есть, про ничего святого Я надеюсь, мы с вами поняли, что Здесь нормы морали у каждого свои И большинство мужчин воспитаны так Что Подобное времяпровождение По их логике Никак не задевает женщину То, что Говорит она Сама Это попытка мужчину контролировать Попытка мужчину Подавить, ну и так далее И так далее, и так далее Надеюсь, вы здесь сможете добавить все, что вам захочется Далее Теперь по поводу полигамности Полигамность можно воспринимать в узком и в широком смысле В узком смысле полигамность это желание перестать как можно большим количеством девушек Такое желание присутствует, но далеко не у всех мужчин А вот полигамность в широком смысле И я поясню, что это значит Присутствует гораздо большего от количества мужчин Только полигамность здесь не стоит воспринимать в чисто сексуальном смысле И не стоит воспринимать даже в смысле флирта В смысле какого-то более близкого общения Полигамность здесь Это желание мужчины ощущать себя таковым То есть он, мужчина Со своей женщиной Вот с которой он находится в отношениях Или на которой жена Он тебя мужчине не ощущает Почему? Потому что он ее завоевал Она его И самое главное Что женщина Мужчине дала понять Что ее завоевывать больше не надо Ну и мужчина сам для себя это внушил То есть здесь все очень переплетается над другим И точно нельзя сказать, кто несет ответственность за подобные мысли Но факт тот, что женщину не только не нужно завоевывать Это еще полбеды Факт тот, что мужчина перестает чувствовать себя таковым с ней Да, он муж Да, он супруг Он сексуальный партнер, может быть Но ему на эмоциональном уровне этого мало И мужчина начинает терять уверенность в себе И теряя уверенность в себе Мужчина хочет вновь ощутить себя таковым Как правило, первые попытки Мужчина делает по отношению все-таки к своей женщине Но и, как правило, своя женщина этого не замечает Из-за привычной модели поведения Из-за чего-нибудь еще Не суть важна Мужчина теперь теряет уверенность в себе И для того, чтобы вновь эту уверенность в себе получить А для мужчины это очень важно, скажем сразу Для того, чтобы эту уверенность в себе получить Мужчина идет на сайт о знакомстве Чтобы с другими девочками доказать себе, что он мужчина И очистить себя таковым Это для него очень и очень важно Так что полигамность здесь используется в широком смысле слова И тогда И тогда Отвечая на ваш вопрос, можно сказать так Что мужчина сидит на сайте на курсе Потому что не до конца уверен в себе Потому что уверенность в себе требует Постоянной попитки Уверенность в себе требует постоянного подтверждения И потому Что в его Национальном Мировоззрении Ничего плохого нет в том Чтобы это делать То есть Находиться на сайтах знакомств И если С первым То есть С досуговым Пониманием Такого Время провождения Вам Мало что можно сделать То Со вторым пониманием Со вторым аспектом Со аспектом уверенности в себе Вообще говоря Очень даже можно что-то сделать Другое дело Реально Хотите ли вы Ну не только вы А вообще Хочет ли женщина это делать Понимает ли она Что это нужно сделать Вот я думаю Так можно ответить на ваш вопрос Хочется еще добавить Что Моральная сторона Сторона Восприятия Она очень тонкая И Да Я сказал что вы мало что можете с ней поделать Вот Если Мужчина Воспринимает Что-то Так Очень мало вероятности Что он Будет воспринимать это по-другому Погласен Но Что Если вы Или Любая Другая Женщина Донесет До Него Что ее это задевает И если мужчина ее любит Что по крайней мере он сделает так Чтобы она об этом не узнала Ну Это уже Очень Тонкий момент Здесь все зависит От Моральных Вглядов Двух Партнеров Кто-то например Скажет А зачем я буду скрывать Я Не ребенок Уже А Кто-то может сказать Пусть лучше я буду знать правду Чем Что это будет Делаться За моей Спиной Тут уже выбор Лично Каждого На этом все Надеюсь что помог вам Если Какие то вопросы Остались Обращайтесь в личку Помогу Если вам понравился Мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи